Жители Каменки вернулись домой после повторной эвакуации. Сегодня утром военные открыли кордон. Но режим ЧС по-прежнему не сняли. Известно, что часть расформируют, а весь арсенал вывезут к июлю следующего года. Напомню, в начале прошлой недели в Каменке взорвались боеприпасы. 14 человек пострадали, один пожарный погиб. Власти экстренно эвакуировали соседние поселки и даже часть Ачинска. А к концу недели, когда люди вернули свое жилье, взрывы повторились. Пострадали еще 18 человек. По информации военных, причиной пожара стал человеческий фактор. Что именно произошло, в Минобороны не говорят. Но, уверяя, держат ситуацию на контроле. Однако эксперты уверены, опасность взрывов все еще есть. Шансы на взрывы, они, к сожалению, еще есть. Могли они произойти по нескольким причинам. Это где-то непотушенный пожар, где лежат снаряды. Потому что детонация при пожаре рядом, она, безусловно, возможно, практически стопроцентная. Это управляемые подрывы. То есть работа инженерно-саперных групп, которые, группы разминирования, без подрыва, это, в общем, невозможно тоже сейчас сделать. И когда вот эта неприятная находка, она по какой-то причине взрывается, допустим, в состоянии боевого взвода, кто-то наступил, техника наехала. Если вы нашли снаряд, специалисты советуют сразу вызывать полицию или звонить по телефону, который вы сейчас видите на экранах. Но самое главное, ни в коем случае не приближаться к боеприпасу.